Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем читать текст Продолжаем, продолжаем Где мы закончили? Ага, вот здесь Драйвинг и все такое Я сделаю одно упражнение к тексту По словам Да, по словам, потому что это самое интересное Более тут ничего Никаких интересных заданий К нему не было Итак, driving has become A much more complicated business today And the driver Has to contend with a lot of things He says, I wouldn't Like to be learning to drive Now, apart from the Worries about the other motorists And how they drive, there are So many distractions these days For drivers, I have a bee in my Bonnet about road signs There are so many of them From speed limits to directions Warnings, notices and so on There might be six or Seven on one short Stretch of roads The driver has to be aware of them Scan for information Deal with that information And at the same time Be aware of his driving His position on the road Who's behind him And ahead of him It's multitasking Итак, вождение стало Намного более сложным делом В наши дни И водитель должен справляться С множеством разных вещей Или иметь дело с множеством разных вещей Говорит он Я бы не хотел учиться водить сейчас Кроме беспокойства, которые доставляют Другие водители И те от того, как они водят Очень много всего отвлекающего Очень много всего такого, что отвлекает водителя В наши дни Значит, меня бесят дорожные знаки Или меня раздражают дорожные знаки Их так много От ограничений скорости До направлений Предупреждений Объявлений Но объявлений не совсем Информации Вот так вот скажем Информации И так далее На одном участке дороги Их может быть от 6 до 7 И 6 или даже 7 Водитель должен помнить о них Быстренько читать Ну, фотографировать глазами информацию Осмысливать эту информацию И в то же самое время Соображать Так сказать Иметь в виду, что он ведет автомобиль Иметь в виду свою позицию Своё положение на дороге Кто сзади него Кто впереди него Это решение многих задач На очень опасном уровне То есть это Скажем так Опасное количество задач Которые решаются в один момент И так Смотрим, что у нас здесь есть Что здесь интересного Так, я хочу сразу же Обратить внимание На вот эту фразу Она здесь Самая такая интригующая I have a bee in my bonnet I have a bee in my bonnet about Значит Меня раздражают Это всего-навсего Ничего особенного Меня Меня Раздражают Это разговорная фраза Невозможно Её дословно понять Её надо просто знать Что вот такое может быть Значит Касательно этой фразы Лично я Никогда Её нигде не встречала Я её вот встречаю Здесь первый раз в жизни Значит Как я знаю Как её переводить Словарём я умышленно Не пользовалась Значит Ну Если дословно Получается Что у меня в шапке Пчёлка Ну Что делать Такая фраза Ничего не поделаешь Но Обычно Такого рода вещи Можно сообразить В значении их По контексту Контекст таков Что Во-первых Слишком много всего отвлекает Слишком много всё мешает Человеку ехать И Этот инструктор Выражает своё Этим недовольство Поэтому Я исхожу Исходя из вот этого Я могу сказать Что эта фраза Скорее всего Выражает его Недовольство Меня Раздражает Меня Раздражает Что-то Можете Если у вас есть Фразеологический Словарь Хороший Залезть И проверить Правая Или нет В своей догадке Так А теперь посмотрим Что же у нас здесь Есть ещё Такого нужного Значит Much more complicated business Вот это Интересная фраза Намного более Сложная работа Или намного Более сложное дело Вот это Намного Much В данном случае Подчёркивает Сравнение Это для усиления Ставится Далее Что у нас здесь Слово Complicated Complicated Это сложный В смысле Многоплановый Многозадачный Какой-то такой Вот Значит Что вам нужно решать Одновременно Много разных проблем Вот собственно О чём идёт и речь Запомните Это выражение Complicated Это сложный Не в смысле того Что сложный Там невозможно Это сделать А в смысле Что просто Это очень Многоплановая задача Далее Значит Далее у нас Звучит слово Content Оно тоже Выделено Почему-то Content With Я всегда Выделяю всё С предлогами Потому что Предлоги иногда Могут Подвести Дьявол в деталях Как говорится Значит Content Выпишем его Content With Значит Здесь сразу же Дабы не вводить Никого в заблуждение Это не Content Потому что Есть слово ещё Вот такое Content Вот такое Это удовлетворение Это не оно Друзья мои Ничего общего С Content Оно не имеет Content With Значит Иметь дело С чем-то Сталкивать Иметь дело С чем-то Или Справляться С чем-то Вот так вот Справляться С чем-либо С Значит Водитель должен Справляться С большим количеством Всего Скажем так Так Ну в принципе Здесь больше ничего Интересного Такого нет Apart from the worries Apart from Обратите внимание На эту хорошую Интересную вещь Значит Что это такое Кроме Кроме того Что И так далее И тому подобное Кроме Забот Из-за Других водителей Которые Непонятно Как водят Вот Значит Вот это Apart from Имейте в виду Что это далеко Не всегда Вне чего-то Это может переводиться Как кроме Смотрите Внимательно Контекст Далее Motorists Motorists Это аналог Слова Drivers Drivers Это его синоним Так Что здесь Еще интересно Distractions Отвлекающие Моменты Какие-то То есть Много Всего Отвлекающего Отвлекающие Объекты И отвлекающие Моменты Щи Так Моменты Мне уже негде Написать Сюда Как-то Приткну Моменты Далее Road sign Это дорожные Знаки Имейте в виду Что у них Дорожные Знаки Это буквально Все Что На дороге Есть Это не только Предупреждающие Разрешающие Это также Все эти Указатели Все стрелочки Все какие-то Там знаки Типа платная Дорога Еще чего-то Проезд С такого Часа По такой И так далее И тому подобное Поэтому у них Это все Любая табличка На палочке Грубо говоря Это дорожный знак Кроме рекламы Естественно Далее Значит Вот он Перечисляет их От ограничений Скорости Speed limit Ограничения Скорости Direction Направление Warning Предупреждение Notices Информация И так далее И тому подобное Далее On one short stretch of the road На одном Небольшом Участке дороги Мне негде это написать Stretch Of the road Ну отсюда я его напишу Stretch Of The road Отрезок дороги Участок дороги Участок Дороги Далее Что мы имеем Еще интересного Значит Вот эта бесподобная фраза Be aware of Значит Помнить о них Иметь их в голове Если дословно Be aware of Это в принципе То же самое Что know То есть Знать о них Или даже Remember Можно еще так Тоже сказать Это тоже будет правильно Be aware of Быть в курсе Тоже как вариант Of Знать Помнить о чем-то Помнить Держать в голове Все это Далее Слово scan Я сказала Почти буквально Перевод Сканировать Фотографировать глазами Так оно и есть Это моментально На что-то глянуть И запомнить Осознать Что это такое Ну как его сказать По-другому Ну я не знаю Как это сказать По-другому Схватывать информацию Быстренько Вот так вот Далее Deal with Кстати Deal with Это полный синоним Полный синоним Сейчас я найду Content with Вот это вот Deal with Боже мой Где оно Ага Вот оно Вот Вот его синоним Это то же самое Справляться с Иметь дело с Иметь Дело Еще cope Может быть Тоже как вариант Cope with Cope With Тоже может быть Далее At the same time В то же самое время Одновременно Вот так еще можно говорить Значит Position of the road Ясно Behind the head И все такое Multitasking At dangerous level Это многозадачность На опасном уровне То есть Слишком большое количество Задач Которые решаются Одновременно Вот так это можно перевести Да длинно Но зато правильно Едем дальше In-car distractions Are also A major cause To concern For Terry He tries To instill Into his Learners The dangers Of using Phones Even Hands-free Devices Which are legal While driving He also Points out About the dangers Of other distractions Such as Playing with the radio Or even Just talking To people In the car Anything That takes Our concentration From the road Is a potential Danger Says Terry Although He doesn't Go as far As some people Do In wanting A ban On eating In cars I think It's okay To eat A banana Or chocolate Bar Loves Terry Although Making a sandwich While driving Might be Pushing It Итак Что у нас здесь Что у нас здесь Интересного Значит Отвлекающие моменты В машине Также Главная Причина Волнения Или забот Для Terry Он пытается Внушить Своим ученикам Опасность Использования Телефона Даже С Ну Скажем так С гарнитурой Которая позволяет С гарнитурой Свободные руки Которые Разрешены Во время Вождения Он Также Указывает На опасность Других Отвлекающих Моментов Таких Как Щелканье Переключение Каналов На радио Или Просто Разговор С человеком В машине Любое Любая Вещь Что угодно Что Забирает Вашу Концентрацию Рассеивает Вашу Концентрацию От дороги Это потенциальная опасность Говорит Терри Хотя Он не заходит Так далеко Как некоторые Люди Которые Хотят Запретить Ну Скажем так Еду В машине Вот так Вот скажем Я думаю Нормально Есть банан Или Шоколадный Батончик Смиется Терри Однако Делать Бутерброд В то время Как вы едете Ведете Машину Это уже Слишком Так Что у нас Здесь Здесь у нас Были подчеркнутые Фразы Их не было Ну и ладно Значит Так Что здесь Интересного In car Distractions Вот это Интересная Штука Значит Отвлекающие Моменты В машине Я не буду это писать Я думаю И так Это как бы Ясно Из контекста Но все же Major cause Главная причина Вот это напишу Главная Причина Далее Instill In to Внушить Вселить Там Ну как его сказать Ну по-другому не скажешь Instill Instill In to Внушить Кому-то Внушить Вдолбить В кого-то Вот так вот еще Кому-то После To Ставится Somebody Там Какой-то человек Кому именно Вот здесь His learners Далее Далее Мобильные телефоны Здесь ничего особо Интересного нет Point out Указывает Выделяет Указывает На Или просто Выделяет Указывает На Далее Other distractions Опять же Отвлекающие Моменты Playing With The radio Переключение Каналов На радио Щелканье Станций Не буду это писать Думаю и так ясно Далее Что у нас тут еще Интересного Вот это интересная фраза Anything That Takes Our Concentration From the road Все что Рассеивает Наше внимание Или Забирает Наше внимание От дороги Takes Дословно Забирает Мы говорим Рассеивает Внимание Далее Так Ну здесь в принципе Больше ничего такого нет Вот здесь интересно Although He doesn't Go as far As some people Do In warning A ban On eating In cars Он не заходит Так далеко Go as far As some people Не заходит Так далеко Как другие люди Вот это Дум Это в смысле Заходят далеко Которые Хотят Запретить Они хотят Запрет Если дословно Опять же Хотят Запрет На еду В машине Так Что у нас Здесь еще Интересного Ну в принципе Здесь больше ничего Ага Вот интересная фраза Она кстати Выделенная Pushing it Значит Ничего страшного Если вы там Едите банан Или конфетку Но Делать бутерброд На ходу Когда вы Рулите Это уже Слишком Это Уже Слишком Значит Опять же Я умышленно Не смотрела В словарь И опять же Я допустим Не знаю Этой фразы Что делать У меня нет словаря У меня нет куда посмотреть Я опять же Смотрю контекст Здесь Очень Хороший контекст С одной Он сначала Говорит что-то Потом Противопоставляет Как при помощи Although Несмотря на это Или хотя Хотя И поэтому Мы получаем Что сейчас Будет что-то Противоположное И вот оно Делать бутерброд Мы сами понимаем Из здравого смысла Исходя Что рулить Одной рукой И делать бутерброд Другой рукой Это уже Аж Слишком Перебор Учиться Учиться Водить Правильно В наши дни Может быть Трудно Но Во всяком случае Для Терри Это постоянная Работа Как он говорит Наши дороги Становятся Все более Загруженными И людям Всегда будут Нужны Инструкторы И И конечно же Я никогда От этого Не устану Или Мне никогда Не станет скучно Так Ну в принципе Здесь ничего Такого нет Пожалуй Здесь вот Secure job Постоянная работа Но Больше здесь Ничего такого нет Вот такой текст Маленький Недоудаленький Интересный Я сделаю Одно небольшое Упражнение По нему Это слова Которые были Выделены Я выделяла Их оранжевым Специально Одним цветом По всему тексту Reaching the limit Вот оно Pushing it Я помню По памяти Что где будет уже Далее Read quickly Scan Take a great risk Put Put Takes Puts His Life On the line On the line Если вы Не знаете Откуда ноги Растут у этих выражений Смотрите первую часть Текста Я поставила ссылку В описании видео Be irritated with Have A bee A bee In One's One's Bonnet Потом проверим себя По тексту Я специально сейчас Никуда не смотрю Cope Так Cope Cope это content Content Или deal with Я уже не помню Что там было выделено Я вот так напишу Deal with Далее Very fast Так Very fast Split second Split Second Далее Что у меня еще Expression of disapproval Ага Grimace Grimace Так Very different To before Так Сейчас я вспомню Что там было Ага A hole A hole Different Different Football game Совсем другой балет Football Game А теперь проверяем Правильно ли я все написала Итак Pushing it Это было В конце текста Вот оно Правильно Значит Pushing it Я написала правильно Whole new Ball game Вот это я написала неправильно A hole New Ball game Так Это было правильно Далее Read quickly Scan Это я точно помню Что правильно Так Вот оно Scan Так и есть Все нормально Put his life On the line Сейчас проверим Put his life On the line Да Это так И это тоже так Be irritated with Have a bee In one's bonnet Так Ищем Где оно Ищем Ищем Ага Вот оно Have a bee In my bonnet About Ну About Там Это я выделила Сама Так Дальше Content with Content with Это по-моему Cope Так Смотрим Что у меня Здесь Так Irritated with Да Content Да Deal with Не надо было ставить Very fast Так Very fast Я уже не помню Split second По-моему Да Split second decision Так и есть Это было правильно Это было не совсем правильно Expressive disapproval Grimace Так оно Да Вроде бы Ага Вот оно Точно Grimace Я его правильно написала Вроде да Так Ну и последнее Не совсем было правильно Вот такая вот вещь Фразы эти Советую вам запомнить Просто Just in case Как говорится А вот вы где-нибудь Их встретите И тогда вам будет Гораздо Легче Напоминаю Что я поставила Ссылку на Первую часть Этого видео Если вам кому-то Нужно будет Посмотреть первую часть Есть ссылочка Можете перейти Если у вас нет книги А вам нужен текст У меня на сайте Есть скриншот Этого текста Опять же Можете зайти Посмотреть Что это за текст И без моих Корлючек Увидеть Что здесь Где написано И все такое Ну вот это Собственно все Спасибо за внимание Подписывайтесь На мой канал